МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удар стихии. Как республика выдержала испытания снегопадами? Каким стал год ушедший? Что ждать от наступившего? Итоги 2015 года подвели представителей строительного комплекса и дорожных хозяйств. За укрепление боевого содружества. Завод игрового и спортивного оборудования награжден медалью Министерства обороны России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республику накрыли сильнейшие снегопады и метели. Из-за непогоды осложнилось движение на дорогах. Весь день со стихией боролись коммунальные службы. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Чебоксарцы на себе испытали все прелести непогоды. Водителям приходилось выкапывать из снега свои машины, а пешеходам прокладывая тропы по сугробам. На заливе живу, там в больницу ходила в офис, невестя убрана, но работают. В пробках простояло, снег совсем не расчистили. Вот вы можете посмотреть даже на дороге. Дороги, конечно, ужасные. Там вообще проезд чуть ниже детского мира, там не выехать абсолютно. При такой погоде вполне нормальное движение. То есть вы уже не работали с вами? Ну, я считаю, что да. По-моему, не успевают. Вот. Хотя народ и здесь стоит, как муравьи трудятся. Пока шел, смотрю, тоже все с лопатами. За сутки в республике выпало более 6 сантиметров снега. Вместе с мощным циклоном в Чувашию пришли и метели. Погода испытала жители Чувашии на прочность. Температура воздуха понизилась до минус 13 градусов. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. С самого утра на улицах выросли большие сугробы. Экстренные службы были переведены на круглосуточный режим работы. Первые машины выехали на уборку дорог уже ночью. Всего же в республике на очистке трасс от снега было задействовано более 250 единиц специальной техники. По улицам Чебоксар дорожные бригады сегодня передвигались в сопровождении машин ГИБДД. Центральные трассы убирали оперативно. Правда, добраться до всех участков дорожные службы не успевали. Грузовые машины, троллейбусы и микроавтобусы буксовали на подъемах. А вот так некоторые водители выезжали из дворов. На некоторых улицах трассы из-за снежных завалов стали однополосными. В час пик именно здесь образовались пробки. По некоторым участкам чебоксарских дорог водители передвигались крайней осторожностью. За стеклом нулевая видимость. На асфальте образовались голоредица и снежная каша. Из-за непогоды была парализована и работа Чебоксарского аэропорта отменены все авиарейсы. Очищать от снега взлетно-посадочную полосу пока невозможно. В Канаше замело дорогу возле центральной районной больницы. Добраться сюда на машинах не мог никто. А жителям Янтикова пришлось выталкивать из снега рейсовый автобус. До конечной остановки пассажиры добрались с большой задержкой. Со снегопадом боролись и в других муниципалитетах. По всем дорогам в районе, которые у нас работают, одна фирма работает по обслуживанию дороги. Это баттерский филиал Чебоксарского аэропорта. Пока замечаний по уборке нет. Работают на сегодняшний день 6 единиц техники. Одна бригада работает по очистке остановочных павильонов. В настоящее время работают более 35 единиц техники. Но сейчас по мере необходимости еще по сельским поселениям добавляются колесные трактора. Пока таких ситуаций, чтобы дорога где-то закрылась, движений нет. Информации нет. Везде дороги есть. Глава республики потребовал провести в готовность все экстренные службы. В круглосуточном режиме дорожные бригады будут работать до отступления снегопадов. По прогнозам они могут продолжиться и завтра. Медрик Ковалев, Иросль Мухаммедов. Республика. Погоду и условия обсуждали сегодня и на брифинге в Доме правительства. У природы, как известно, нет плохой погоды. Но иногда она преподносит нам сюрпризы. Сейчас все службы перешли на усиленный режим работы и находятся на круглосуточном дежурстве. Безопасность жителей прежде всего. Минструю необходимо сейчас предусмотреть материально-технические средства на аварийно-восстановительную работу. В случае возникновения аварийных ситуаций. Предусмотреть резервные источники жизнеобеспечения и варианты перевода предприятий ЖКХ на усиленный режим работы. Минтрансу, соответственно, ввести оперативный мониторинг ситуации на магистральных автодорогах, как на федеральных, так и республиканского значения. Обеспечить своевременное реагирование по безопасности дорожного движения. Предусмотреть места в случае необходимости для обогрева, для питания. В наших силах помочь аварийным службам и не мешать уборке дорог. Основную массу территорий чистят в ночное время. Проходят КДМки, щетки. Но когда стоит вереница личного автотранспорта, соответственно, прочистить невозможно. Сужается проезжая часть со всеми вытекающими последствиями. Поэтому просьба горожанам, такие сложные погодные условия, если возникают, хотелось бы всех попросить, чтобы воздерживались от выезда на личном транспорте, если нет острой необходимости. Быть бдительными необходимо и пешеходам, и водителям. В снежной каше автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и машина может уйти в занос. Поэтому даже незначительное превышение скорости может привести к аварии. Метель, снежные заносы, гололедица и туман не на руку водителям. Так что соблюдать скоростной режим в такие погодные условия особенно важно. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Сильный снегопад, плохая видимость, гололедица провоцируют нестабильную ситуацию на дорогах. Сегодня утром на участке дороги Новочебоксарска-Тлашево произошло крупное ДТП. Два человека погибли, восемь получили ранения. Рейсовый автобус «КамАЗ» и «Легковушка» столкнулись неподалеку от деревни Верхний Магась в Чебоксарском районе. По предварительным данным, автомобиль 21-099 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. После этого в «КамАЗ» врезался автобус. Водители-пассажир 99-й скончались на месте, остальные пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются. В 17 часов в столице Чуваши введен режим повышенной готовности. Такое решение приняла комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города. В постановлении, которое подписал глава администрации города Чебоксар Алексей Ладоков, отмечено, что необходимо привлечь все имеющиеся силы и средства на уборку территорий. Руководители и должностные лица органов управления должны круглосуточно и оперативно следить за ситуацией. К другим новостям. Сегодня итоги ушедшего года подводили представители строительного комплекса и дорожных хозяйств. Каким для них стал 2015 год и что станет ориентиром в 2016. В нашем следующем материале. Локомотив экономики. Так называют строительную отрасль. Однако надежда на то, что именно этот самый локомотив вытянет страну из кризиса в наступившем году, пока призрачные, считают эксперты. Особенно учитывая результаты года ушедшего. Прошедший непростым. И по данным Министерства России, по предварительной оценке за 2015 год, объемы жилищного строительства в стране составят, для сведения скажу, от 70 до 75 миллионов квадратных метров. Или снизится практически к уровню 2014 года. Нефть дешевеет, строительные материалы дорожают, рост цен на них в 2015 был самым интенсивным за последние 7 лет. В таких условиях дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от вложений государства, частных инвестиций и населения. А 2016 для всех обещает быть непростым, считают аналитики. В рамках развития жилищного строительства, по предварительной оценке, в 2015 году введено в эксплуатацию 840 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно почти 98% к уровню 2014 года. Хотя строительные организации планировали другие цифры. Но с другой стороны, с учетом снижения потребительского, покупательского спроса, на рынке, не только у нас, в целом по Российской Федерации, разные проценты называют. Конечно, строить, когда жилье не покупается теми темпами, конечно, нельзя. И здесь нужно создавать конкурентную среду, прежде всего по ценам, по стоимости одного квадратного метра, для того, чтобы жилье эконом-класса строилось больше, и наши нуждающиеся семьи, люди будут покупать эти квартиры. Для населения подорожала ипотека, а для компаний стало сложнее привлекать кредиты на инвестиционные проекты. Однако, несмотря на трудности, бюджетные инвестиции в строительную отрасль сохранились. 4800 семей в республике смогли улучшить жилищные условия по разным государственным программам. Кроме того, не прекращалось строительство детских садов и школ. Вот 6 школ за 4 года – это тоже хорошие инвестиции, именно в том числе в образование. И что касается, Михаил Васильевич, о чем вы говорили, по перспективам, прежде всего здесь сразу озвучить нужно две очень важные вещи. Первая – это 30 школ за 10 лет. Нам предстоит это сделать. Это колоссальные задачи, сложности. Вот здесь будут достаточно большие, с учетом более жестких требований, которые сегодня предъявляются к новым проектам. Парадоксально, но ни одной минорной ноты по поводу сложившейся в экономике ситуации, которая напрямую влияет на финансирование дорожной отрасли, не прозвучала в докладе министра транспорта и дорожного хозяйства. Отремонтирован в этом году получается 100 километров автодорог, 24 километра на республиканской сети и 76 километров на местной сети. Выполнили ремонт 269 дорог в территории по городу Чебасару, 41 дорог в территории и 59 проездов. Министру тут же предложили перевести построенные или отремонтированные дороги и проезды из километров в количество людей, ходящих и проезжающих по ним. Алексей Ладыков сразу посчитал. Новые проезды в Чебасарах получили 156 домов, в каждом в среднем по 80 семей. А значит, более 12 тысяч жителей столицы Чувашия. Уже не первый год Минфин России и открытое правительство реализуют проект «Бюджет для граждан». Он повышает финансовую грамотность населения и в простой форме разъясняет главный финансовый документ страны. Ежегодно ведущие специалисты и аналитики подводят итоги развития проекта. В 2015-м Чувашская республика вошла в девятку регионов, обеспечивших лучшие практики подготовки бюджетов для граждан. При оценке учитывался ряд факторов – открытость, прозрачность, доступность финансового документа. Как отметила оценочная комиссия, на республиканском портале наиболее полно представлен информацией об общих параметрах бюджета. Поступление налоговых доходов, распределение расходов в льготах. Кроме того, один из основных плюсов – автоматическое обновление данных. Основной критерий оценки работы портала «Бюджет для граждан» – результативность. Добиться положительного эффекта можно с помощью граждан, уверены в Минфине России. Сейчас в проект включились более 80 регионов и работа по повышению финансовой грамотности будет продолжена. Чувашский вклад в развитие российской армии. Завод игрового спортивного оборудования награжден медалью Министерства обороны за укрепление боевого содружества. Предприятие поставляет свою продукцию для занятий физкультурой в военной части. От подготовки служащих зависит оборонная мощь нашей армии. Приятно осознавать, что в этом есть заслуга нашей республики, заметил глава республики Михаил Игнатьев. Он поздравил с наградой работников завода и вручил генеральному директору памятные наручные часы. И по теме импортозамещения, можно сказать, данное предприятие, сегодня произведя свои товары, продает на экспорт. Это очень важно и привлекает инвестиции в экономику Российской Федерации и в экономику Чувашии. Это очень важно, это очень серьезно для всех нас. Сегодня экстренные службы были стянуты к одному из жилых домов по проспекту 9-й пятилетки в столице республики. Здесь ликвидировали крупный пожар. Возгорание произошло в одной из квартир на 9-м этаже. Очевидцы рассказывают, что ее хозяев не было дома и пожарным пришлось срезать входную дверь специальными инструментами. К очагу пожара спасатели смогли подобраться только с помощью автолестницы. Ликвидировать возгорание удалось меньше, чем за полчаса. Жильцов соседних квартир пришлось срочно эвакуировать. Подъезд жилого дома заволокло дымом. На протяжении нескольких часов вход сюда был перекрыт. Проснулся от того, что дым стоит в квартире. Ну как был дым, вышел, огонь, ой, дымоган стоит. Все, двери пооткрывали, да и ладно. В результате ЧП серьезно пострадала одна из комнат. Причины пожара сейчас выясняют специалисты. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. В Чебоксарском районе, в поселке Кугесе, возникли проблемы с подачей тепла в 18 многоквартирных домов. В котельной номер 3 вышел из строя один из четырех котлов. На данный момент, по информации главы администрации Чебоксарского района Георгия Егорова, неисправность устранена, котел запущен. Подача тепла в полном объеме восстанавливается. 313 лет назад в России вышла первая газета «Ведомости». За три века журналистика полностью изменила свой облик, форму и способы коммуникации. Но именно указ Петра Первого стал началом создания российской журналистики. В 18 веке новости по всей стране распространялись чуть ли не с годовой задержкой. Источниками информации были слухи, которые значительно искажали факты. Сегодня же с помощью интернета, телевидения и радио информацию можно получить буквально из первых уст. Несмотря на это, печатные издания до сих пор пользуются популярностью. Сейчас прочитать статью или репортаж можно онлайн на сайте издания или в приложении на смартфоне. Печатные издания продолжают информировать, пережив эпоху и радио, и телевидение, и активно внедряясь в интернет. Опыт времен доказывает, что служба печатников будет востребована. И через сотню лет. Ежегодно сотни молодых людей становятся стипендиатами главы республики за особую творческую устремленность. В их числе школьники от 14 лет, студенты, работающие молодежи до 30 лет. В этом году лауреатами стали почти тысячи человек. Молодые исследователи, изобретатели, победители форумов, олимпиады, конкурсов, отличники учебы и передовики труда, общественные деятели и бизнес-проектировщики. Нашей молодежью можно гордиться. В Чувашии парни и девушки не только буднично ходят в школу или на работу, но и активно участвуют в жизни города и республики. Каждый год количество желающих получить стипендию растет, но и отбор стал жестче. Появились минимальные пороговые значения, баллы, ниже которых претенденты не имеют права получать стипендию. Все молодые люди, которые подавали документы, были разделены на четыре категории. Это учащиеся молодежи, рабочая молодежь, это представители общественных объединений и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Для учащихся молодежи проходным баллом было 80 баллов, для рабочей молодежи 50 баллов, для представителей общественных объединений 60 баллов, для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Все баллы, которые они получали, автоматически умножались на два, то есть увеличились в два раза. Для того, чтобы получить стипендию в 2016 году, в 2015 году было подано около 1700 заявок на получение специальной стипендии. Такой была эта среда глазами журналистов Национальной телерадиокомпании. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин